Иногда даже пугаешься, как будто это глаз вытек. Ест он хорошо, аппетит у него нормально. По ночам лает, я прихожу сюда к нему, стоит, лает в пустоту, как будто бы потерянный. Я вот его потихоньку как бы ввожу вот на подстеньку, вроде успокаивается. Тяжело ему, он и тяжело встает, и ложится тяжело. Старый, видно, конечно, что у него есть все-таки и со слухом проблемы какие-то, и со зрением. Пеленки нам сейчас очень нужны. Вчера заказали, дорого, конечно, 60 штук таких пеленок. 1900 получается. Пеленки очень нужны. У меня нет возможности вот таскать его на поводке, на улицу. Причем нужно, чтобы он все равно привык к обстановке, к собакам. Вот. Потому что, если сейчас я его вытащу туда через толку, еще не известно, что там будет видеть. Как он себя поведет, как другие собаки. Поэтому ему сейчас в любом случае нужно время и ко мне привыкнуть. Потому что пёс не доверяет. Не доверяет мне. Он угрызается, скалится и других собак. То есть рычит. И пёс не маленький, чтобы вот так вот взять, например, его одеяло накрыть и на руках вынести на улицу. Вот. Поэтому, ну, вот такая. Пока у нас вот такая вот ситуация. Кушает он все. Курицу ест, сухой корм хорошо ест, воду пьет и спит. То есть он ест и спит.